Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен и сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на такую тему чувства, мысли, действия партнера в загаданный срок Вы загадываете человека мужчину или женщину, это не важно мы с вами посмотрим что человек к вам сейчас прямо чувствует что этот человек о вас о ваших отношениях думает и что будет предпринимать в загаданный срок, но старайтесь не загадывать маленькие сроки особенно для тех, кто давно вообще не виделся естественно Таро смотрит самые яркие какие-то события будущего и даже если это событие будет через полгода оно может отображать это как ближайший срок, потому что до этого ничего не происходит между вами, допустим и чаще всего люди должны загадывать две недели, месяц это минимум вот ну я это сказала про полгода только для тех кто там по 7 лет там по 5 лет не виделся уже по 3 года понятное дело что вы допустим гадаете, ждете, ждете, ждете ждете и потом мне пишите у меня не сбылось действия в загаданный срок а загадала я 4 дня а не виделись мы уже 7 лет ну как бы должна быть логика правильно Таро видит, что высшие силы да, пропускают энергию через карты что когда-то будет встреча допустим какой-то разговор и там допустим ближайшие 3 месяца полгода для кого-то даже год кто 10 лет 20 лет не виделся и карты показывают какие-то надежды у кого-то они обрывают надежды говорят, что ну не ваш человек все, до свидания а для кого-то показывают, что да, надежда на будущее когда-то есть на какие-то на какое-то общение восстановление отношений связей вот но если вы не видели 7 лет загадывать 4 дня смешно, согласитесь у нас будет 6 позиций по 3 карты пока выкладываю карты хочу вам сказать что данное данный расклад данное гадание действует на тот момент когда вы его смотрите то есть вы открыли вот допустим запись видео была год назад а вы открыли сейчас да и для вас это актуально потому что именно сейчас вы должны узнать информацию которую высшие силы посылали вам через эти карты вот что вы ее через год и узнали то есть для вас эта информация она актуальна на сегодня вам нужно было ее знать сейчас а не год назад например или не 10 лет назад да вот значит для вас сейчас это нужная информация в этом есть вся магия гадания что мы записываем с вами этот ролик а когда он вами будет просмотрен вот это в принципе именно для вас и важно и актуально в тот момент вообще я знаете что заметила что у Таро есть действительно бывает ну вот бывают даже да такие очень сверхъестественные вещи через них проходят через карты вот допустим я немножко отвлекусь туда я вам хочу рассказать все мы знаем что есть магия Таро есть эфиротическая магия магия арканов и самое простое вот допустим у вас есть колода дома есть колода карт и вы хотите сейчас сосредоточиться на том чтобы заработать чтобы у вас было финансовое благополучие чтобы вам в чем-то повезло допустим вы хотите вот шанс сейчас от жизни получить кладите вот так вот колоду да а сверху вот так вот можно положить туз пентаклей укрепиться хотите в доме вот выпала императрица чтобы вас в семье уважали вот ваша колода лежит в коробочке лежит а сверху вот так императрица пусть лежит вы не поверите насколько это эффективное средство для того чтобы достигать каких-то целей просто поверьте возьмите свою колоду и вот так сделайте и у вас начнет реализовываться представляете очень-очень такое мистическое да свойство у таро и очень интересное и загадочное и действительно действует это я вам как маг как практик говорю а ведь это очень просто не правда ли итак первая вторая третья четвертая пятая шестая позиции чувства мысли действия в загаданный срок и начинаем для тех кто выбрал позицию номер один чувство у человека к вам это башня мысли о вас и ваших отношениях это тройка пентаклей действия в загаданный срок это тройка мечей ну здесь мы можем понять определенно что идет ситуация нехорошая в отношениях хотя у человека есть явное стремление их наладить мысли о том чтобы их наладить именно о том чтобы все стало хорошо как будто бы надоели какие-то распри негативные мысли интриги вокруг этих отношений как будто вы живете на пороховой бочке оба и вы человек которого вы загадали вот прям башня башня это очень такая большая буря эмоций почему идет вот это состояние башни почему идет слом ситуации разрушения в чувствах у человека потому что иногда люди имеют разные цели например один человек лидер по натуре второй тоже не дает спуску и получается знаете как одному нужны серьезные отношения чаще всего женщине мужчина еще пока думает еще пока не готов и начинается требование вот требование оно и рождает эту башню женщина пытается мужчину подмять под себя руководить пытаться его изменить сделать его другим сделать его лучше ты ведешь себя неправильно я хочу чтобы ты вел себя вот так раньше я в тебя вкладывала раньше я делала для тебя то 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 пятое и десятое теперь отвечай мне тем же а человек он совершенно не такой и вот у него башня он сердится он понимает что идет слом ситуации идет такая буря в отношениях что вот как сейчас у вас есть уже продолжаться точно не может и пора все менять пора рушить это все рушить то что было потому что та модель поведения та модель отношений она никак не подходит вам обоим человек вот у него в голове в сердце внутри все переворачивается сейчас по поводу вас может даже быть знаете и злость на ситуацию и навазовалась какая-то и ревность и переживания большие и даже между вами какая-то ссора скандалы и ощущение ссоры даже если она уже давненько произошла но как будто конфликт не исчерпан конфликт внутри вот но после этого конфликта после того как буря страсти вот эти улягутся вот этот смерч пройдет человек хотел бы наладить отношения он думает об этом он думает о том что приятно общаться что есть общие цели общее увлечение что вам хорошо вместе во многом хорошо но пока что как он хочет он поступать не будет потому что есть эта башня потому что есть эта накаленная ситуация обстановка он будет он будет поступать против своей воли он против своих каких-то внутренних сердечных желаний будет поступать по отношению к вам давайте посмотрим как именно то есть мы здесь видим что против воли против сердца показать обиду да показать что идет плохая в отношениях ситуация отворачиваемся друг от друга вот но как именно ему против воли да идет сердитость идет именно знаете как пятерка мечей я все равно над тобой возьму верх я все равно сделаю по-своему сделаю как мне надо ты все равно подчинишься я буду с тобой бороться я буду ругаться мне будет самому больно но ты подчинишься мне сначала а он хотел бы на самом деле общения приятного чтобы все друг с другом жили мирно чтобы все было отлично между вами но идет лидерские качества с двух сторон идет забор друг на друга никто никому уступать не хочет а если вы загадали мужчину ему надо победить в этой ситуации вас подчинитесь потому что женщина в отношениях она не может побеждать она не может перегибать палку попробуйте подчиниться этому человеку попробуйте сдаться попробуйте сделать как он хочет и поверьте ваши отношения наладятся потому что человек думает о том чтобы наладить их в будущем но не в загаданный срок вот такая позиция номер один позиция номер два чувства справедливость мысли восьмерка кубков действия в загаданный срок шестерка мечей если загадали женатого или замужнюю даму знайте что человек подумывает о том чтобы уйти обратно в свой брак почему это происходит давайте посмотрим какая носатая луна так а тут мы видим пожар жезлов ребенок ребенок может быть даже девочка вот смотрите если вы загадали женатого или замужнюю и есть ребенок может быть даже девочка а может мальчик но такой знаете или красивенький или нежненький вот так то человек хочет уйти из-за ребенка от вас из-за ребенка уйти манипуляция идет с той стороны то есть если он в браке этот человек идет манипуляция именно детьми ребенком со стороны жены и удержание позиций с помощью ребенка если загадали неженатого незамужнюю вот ну переворачивайте мужчины да если женщину замужнюю загадали там идет со стороны мужчины манипуляция детьми естественно если загадали неженатого незамужнюю могу здесь сказать что человек как будто бы боится брака вот смотрите появились серьезные чувства к вам есть желание быть вместе жениться завести семью либо быть в этой семье есть очень серьезные намерения серьезные чувства есть такое ощущение да что наши отношения вот подошли к какому-то какому-то месту такому да что пора заводить семью допустим пора заводить серьезные отношения мои чувства гораздо серьезнее чем я думал изначально будут даже чем я планировал и человек побаивается начинает сигать вот а пожезлов тогда как причина встает несерьезность я пока не желаю пока не желаю вступать в брак боюсь серьезных отношений хочу веселиться радоваться жизни не хочу брать столько ответственности я пошел и начинаю сбегать от вас прятаться бояться игнорировать мало писать вы начинаете думать почему человек пропадает что случилось на самом деле его чувства очень серьезные к вам он влюбился этот человек представляете влюбился и боится серьезных отношений я еще не нагулялся я боюсь давайте посмотрим более отдаленное будущее то есть тут мы видим что человек может даже куда-то в командировку слинять уехать более отдаленное будущее будет ограждаться от вас всячески боится серьезных отношений боится своих же собственных чувств но потом потом наладится отношение проявит какое-то даже милосердие начнет вам в чем-то помогать вам знаете как вам слабеть сейчас надо вот манипуляция ваша должна в чем быть вы убедились сейчас по картам что человек вас любит но он боится своих чувств манипуляция ваша должна в чем состоять попробуйте проявить слабость не я сама все могу в этом мире на моих плечах чуть ли не весь свет держится а наоборот ой-ой-ой я ножку подвернула донесите меня до дома ой-ой-ой у меня перегорела лампочка я не могу ее вставить ой-ой-ой полка отпала гордина отпала я ничего не умею я ничего не знаю ой у меня простуда помогите мне все вы к этой карте гораздо быстрее придете гораздо быстрее чем было раньше задумано высшими силами вот такая вот позиция номер два позиция номер три чувства ваш мечей мысли аркан влюбленные действия в загаданный срок рыцарь пентаклей а вот здесь человек не во всем то вам доверяет часто ревнует переживает боится вас потерять очень боится боится упустить контроль даже над вами следит следит за вами как плут вот этот паш мечей это всегда такой хитрый плут он следит за вами в соцсети пытается вас уличить не дай бог вы его обманываете не дай бог за вами кто-то ухаживает ай-яй-яй кто это поставил тебе лайк вот если даже он вам этого всего не говорит то он думает именно так есть ревность а влюбленная на мыслях говорит о том что человек как будто нашел вторую половинку в вашем лице он хотел бы с вами создать альянс союз вы ему абсолютно по сердцу это как любовь такая у человека смотря от стадии отношений конечно но чаще всего это любовь влюбленность страсть дикая вы человеку прямо по душе но может даже обжигался до этого раньше сталкивался что были тоже ощущения что человек по душе а человек тут же либо слинял из отношений либо обманул как-то и теперь есть желание все проверить вы ему безумно дороги он боится вас потерять и ревнует поэтому не доверяет поэтому может психи показывать манипулировать своими психами начинает взбрыкивать что-то там да психовать вы думаете одно а на самом деле человека чувство на самом деле он таким образом пытается вашу любовь из вас выбить чтобы вы показывали свои чувства показывали свою любовь ему вот сейчас для него это важно в отношениях будет продвигаться медленно но верно с серьезными намерениями посылами стараться будет сколотить ваше счастье заработать вам обоим на достойное существование в будущем намерения самые серьезные самые лучшие и действия естественно будут такие что может я не особо умею там романтику проявлять но ухаживать постарается конечно да как-то там ну звонить писать проявить себя показать насколько вы ему нужны важны может быть даже предложит какие-то да конкретные уже вещи там не знаю жить вместе или давай вот я тут немножко заработаю и мы вот это вот это в планах у нас есть ну такая позиция номер три в принципе я бы сказала что она позитивная четвертая позиция чувства туз пентаклей мысли рыцарь кубков действия десятка жезлов давайте ее немножко уточним она меня всегда так напрягает ой ну весь такой ответственный мужчина то у вас проблемы то у него ну смотрите что могу здесь сказать если загадали женатого мужчину вот тут мужчина прям выпал да тут несколько мужских карт и так далее то человек разводиться будет ему будет очень тяжело очень он вас любит вот если загадали замужнюю даму ей придется расстаться с императором но она ради вас это сделает и вас любит тоже да также смотрим обыкновенные пары где нет никаких треугольников здесь любовь на высшем уровне но у человека куча обязанностей вы смотрите туз пентакли чаще всего это конечно реабилитация возврат в отношения либо начало новых перспективных отношений у человека к вам чувства сейчас и страсти и любовь и человек прям о вами очарован и колдован думает только о вас счастлив только с вами готов вам ножки целовать рыцарь кубков это подтверждает тут же рядом с тузом пентакли вот он не знаю вас просто готов на руках носить обожает но при этом у него куча каких-то обязанностей в ближайшем будущем может даже быть либо увольнение либо еще что-то какие-то прям проблемы из-за мужчины и у вас будет все хорошо но попозже то есть у вас прям на брак идут карты да но надо решить вот эту проблему обязанностей будет куча загруженность неимоверная вы начнете естественно может быть предъявлять что-то но ему нужно разобраться с этим императором и закончить с ним какие-то связи и будет все вообще замечательно у вас наладятся отношения но не в загаданной срока попозже вот такая позиция номер 4 зато тут любовь вот прям любовная человек прям вас не знаю души не чает обожает готов целовать песок по которому вы ходили пятая позиция чувства дурак ну леворка на шут мысли двойка пентаклей и действия в загаданный срок ну ничего себе королева кубков тут интересная позиция знаете давайте-ка я королевушину уточню вы или не вы в чем вопрос ага а я поняла в чем тут смысл смотрите здесь не очень-то серьезные отношения есть проблема выбора есть то что человек очень ценит свою свободу но вы вносите в его жизнь свежий ветер он вами сейчас увлечен он будет ухаживать он будет дарить вам цветы в загаданный срок говорить комплименты вокруг вас виться но не доверяйте ему на 100% потому что это еще не укоренившееся чувство в нем это есть некоторая инфантильность безалаберность состояние выбора если Маша меня не примет я пойду к Наде понимаете и карты показывают что он может вам вот прям не знаю прям стихи писать в загаданный срок прям речи такие будут толкать и все это прочее но отношения будут серьезными попозже по восьмерке Пентакли работа начнется серьезная над отношениями попозже но сейчас идет прям вот такое чувство в будущем в ближайшем что конфетно-букетный прям период какой-то вот человека вы будоражите он такой весь легкий перед вами все свои проблемы вот так щелчком на раз решает показывает из себя какой этот человек там мачо или нимфетка если вы женщину загадали конфетка такая вся но при этом вот большой серьезности не вижу вижу что воодушевление есть такое вижу что есть страсть и разговоры при луне но пока что серьезность только позже позже сроком и позиция номер 6 чувство по отношению к вам восьмерка мячей мысли о ваших отношениях пятерка кубков и действия в загаданный срок королева мячей а вот здесь обиделась или обиделся смотря кого загадали мужчину или женщину не важно обида идет идет разочарование идет закрытие от вас человек спрятался от своих чувств чувства есть но человек от них прячется и прячется от вас пытается скрыться пытается не писать не звонить не общаться закрыть свое сердце закрыть свою душу вот показывается некоторая даже манипуляция тем чтобы вы проявляли свои чувства а этот человек бы на них смотрел наблюдал так из-под тяжка и убеждался потихоньку что чувства действительно есть но данный король или королева ни в коем случае не хотели бы из себя чувств выдавливать показывать их со своей стороны а только наблюдать за вашими чтобы сначала во всем убедиться чтобы подготовить себе почву под ногами да более того мы здесь четко видим обидку ну расстроили вы чем-то человека обидели что-то сказали не по ихнему не с точки зрения их эгоизма да там цензура не пропустила вот причем вижу что обидки какие-то именно детские вот прям вот по этой карте восьмерка ой пятерка кубков посмотрите вот детский взгляд реально я надулся как мышь на крупу и обиженная маленькая собачка не лезть ко мне вот и я понимаю здесь что это ненадолго даже мы видим что пока человек будет дуться но в скором времени эта ситуация пойдет в другую сторону разрешится от него пойдут новости какие-то письма как лучше реагировать давайте посмотрим лучше пусть судьба сама решает как вам не надо не надо особых каких-то прям таких реакций письма могут быть какие-то сообщения ну вот прям старайтесь не принимать близко к сердцу вот эту какую-то манипуляцию со стороны человека вот эти обидники какие-то это от его же каких-то комплексов не знаю сам мог этот человек наделать делов ему замечания сделали ну все обиделся надулся как мышь на крупу называется скоро пройдет вот также по королеве мечей могу сказать что какая-то женщина может конечно вмешиваться в ваши отношения либо подначивать если вы женщину загадали то есть ее подружка да либо если мужчину загадали может быть у вас соперница но он ее не принимает всерьез он принимает всерьез именно вас с вами будет общаться все будет хорошо все поменяется просто чуть позже чем вы загадали вот такая позиция номер 6 всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации поясновидению на ритуалы обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео пишите комментарии до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok